Всякое дело в мире творится, про всякое в сказке говорится. Дело происходило году в 98-м, в 99-м. Сил, ну, энтузиазма у меня было полно. На фоне обоюдного интереса к находкам по Второй Мировой, я сблизился с товарищем, назовем его Ильичом. Я работал на производстве, товарищ нет. Выходные, суббота, воскресенье, на них и ездили. Надо сказать, что Ильич расходился во взглядах на жизнь с требованиями УК РФ, за что был неоднократно награжден путевками на отдых от прокурора. За годы, проведенные в местах не столь отдаленных, Ильич завел обширные знакомства среди товарищей по несчастью, ну и приобрел вес в соответствующих кругах. Так вот, однажды, говорит Ильич, а поехали склад искать, один из товарищей звонил. Жил тот товарищ в деревне, мать его, пойдя в лес по грибе, заблудилась и, поблуждав недолго, провалилась под землю. С ее слов, это была какая-то землянка-блендаж, набитая ящиками с неизвестным содержимым. На ящике она и встала. Где она блуждала, бабуля не могла показать. Показала, где зашла в лес и где вышла. Странно было, что эти указанные места были рядом, метрах в ста, друг от друга. Это сейчас я головой понимаю, что эта история подозрительно напоминает истории про танк в пруду, с башней которого ныряла вся деревня. Да и странно видится, что человек в возрасте, весь свой век проживший на одном месте, вдруг ни с того ни с сего, вдруг заблудился, пойдя искать грибы вдаль от проверенных годами мест. Это сейчас. А тогда было бы предложено. Сказано, сделано. С утра, в ближайший выходной, тронулись. Приехали на место, взяли проводника, пошли. Покружив по указанному месту часа два, не найдя ни одного сигнала вообще, двинулись на выход. Проводник, чуя несуразной ситуацией, очевидно, не желая прослыть фуф лыжником, предлагает, вот что есть еще одно место, там точно найдем артефакты. И немцы дохлые там есть, кладбище ихнее. А как далеко оно это место? Недалече, километров тридцать. Три локтя по карте. Угу, тридцать. Проехали восемьдесят. Почти до белого. Попили чайку с вареньем, посидели чуток и поехали на новое место. По пути, подъезжая к Днепру, встречается нам оранжевого цвета машина марки «Урал». И тут проводник, а звали его Володей, и говорит, а можно тот «Урал» догнать? Он мне денег должен. Шестьсот пятьдесят долларов. За машину эту. Возник, само собой, вопрос. А как же место, артефакты? Было решено следующее. Догоняем, возвращаемся в Сельцо, на мосту через Днепр, Урал ждет Володю. Они едут домой, к Уралу водили за деньгами. Ну, а мы с Ильичом часика-полтора шаримся полюса за Сельцом, на берегу Днепра. Володя возвращается, и мы едем, наконец, на обещанное место. Володя передвигается на нашей машине. Надо сказать, лес там тогда стоял, как в сказке, и елки метр-полтора диаметром. Глядишь вверх, и макушки не видно. Все стройные, высоченные, как на подбор. Ходим мы, значит, меж этих елок, воздухом целебным дышим, время убиваем. Всех артефактов, Мосинская обойма. И все. Наконец, время стало выходить, надо было идти к опушке, где нас должен был ждать Володя. Идем мы, значит, идем, и вдруг сигнал. А что это там? А там была 81-мм мина. Рядом еще одна. Сохран, как вчера положили. Елки ж все-таки. Что с ними делать? Ликвидировать. Куча засосших елок, спичка, подождать, пока разгорелась, и в самый центр огня, одну, вторую, и ноги в руки. Отбежали помедленнее. Пошли, ждем. Раз, бабах. Через секунд 10, два, бабах. Все, идем. Тут еще подряд, четыре раза, бабах. Мы с Ильичем, переглядываемся и оба одновременно соображаем. Костер на минах развели, и они сдетонировали, постепенно прогреваясь. Повезло. Идем к опушке, там Володя уже вернулся. Едем на место. Перед лесом, в низинке, засаживаемся по самые дверки. Дальше пешком. Лес, окопов и битых танков. Немцы были уже вырытые. Здоровенные были при жизни. Почти все были одеты в кожаные то ли плащи, то ли куртки. Каски не брали. Надо сказать, года через три я уже в качестве проводника на вахте памяти водил на это место команду. Нашел там двух наших бойцов лично. Ну и остальные тоже. А в тот весенний день вернулись мы домой глубоко за полночь. И это была моя первая экспедиция за артефактами за 150 километров от дома. Вот тебе сказка, а мне Бубликов Вязка.